Одна ёлка, а все ёлки. Молодец, много чего? Ёлок. Хорошо, проследил. Один много. Так называется эта обучающая игра. В арсенале логопеда высшей квалификационной категории Екатерины Якимовой много интерактивных программ, некоторые презентации сделала она сама. Екатерина – педагог логопедической группы Новокуйбышевского детского сада. Занимается коррекцией речевых недостатков у малышей. Во время самоизоляции её занятия с учениками перешли в дистанционный формат, но также с глазу на глаз. Выходит по пять уроков в день. Да. Ол, 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 пенал упал на пол. До пяти лет у ребёнка должны встать все звуки. Если что-то малыш не произносит, нужна помощь специалиста, и ценное время для коррекции терять нельзя. Вот такие занятия, которые проходят дистанционно по скайпу, они направлены на автоматизацию звуков, которые поставлены уже у ребёнка. Развитие лексико-грамматических категорий, как вот мы играли сейчас один в сетом, завеласково вот такие. Вот развитие связной речи, обучение грамоте. Время обговаривается с родителями в удобное для них время. В основном это вечернее время. Вот. Есть родители, которые могут днём. Шестилетний Илья занимается с логопедом уже год и есть успехи. Сейчас с мамой стараются выделять по 20-30 минут дважды в неделю. Общения очень не хватает. Уже скучают по всем друзьям. Уже хочет в сад выйти побыстрее. Ну, так как в сложившейся ситуации, как бы, да, из-за этой пандемии коронавируса такой возможности нету, естественно. Лучше, чтобы детки хотя бы дистанционно занимались. Вот. И наш логопед Екатерина Юрьевна очень качественно проводит все эти занятия. Вот. Она подбирает материалы постоянно новые, ищет какие-то новые подходы. И, ну, как бы, я вижу, что ребёнок развивается, несмотря на то, что вот сейчас мы не ходим в сад. Пока действуют ограничительные меры, дошкольные учреждения области продолжают функционировать в формате дежурных групп. Их 1672. Туда ходят почти 19 тысяч малышей. Такие группы созданы для детей, чьи оба родителя даже в период самоизоляции ездят на работу. Определить ребёнка в дежурную группу также могут и те, кто официально зарегистрирован как самозанятый. Достаточно лишь предъявить справку о регистрации налогоплательщика. Сделать это можно через приложение «Мой налог» и в аналогичном веб-кабинете на сайте npd.nalog.ru. Алена Власова, Сергей Александров. Новости губернии.